Потенциал высшей школы на благо области. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский посетил Ивановский энергетический университет. Около месяца назад глава региона встречался с ректорами вузов. Договорились беседу повторить под Новый год, подготовив конкретные предложения. Энерго готов делиться собственными инновационными разработками и положить на алтарь развития области ряд идей. Наше родное энергетическое направление в информационной части, то есть введение топливно-энергетического баланса региона, муниципального образования, любого фрагмента регионального, потому как он получает электроэнергию, какие источники, в каком количестве, как он расходует, насколько эффективно расходуется энергия в том или ином подразделении, на том или ином предприятии, в том или ином муниципальном образовании или в районе в целом и в целом по области. Конкурировать, но в то же время дополнять друг друга должны ивановские вузы, считает председатель совета ректоров Владимир Егоров. Речь как раз о неком симбиозе образования, науки и социальной сферы. На запланированные предновогодние встречи руководители высшей школы обменялись идеями, кто какую пользу может принести региону. Как вузы будут координировать свою работу? В рамках ли технопарков, подготовки ли тех или иных научных разработок, решения тех или иных экономических проблем региона? То же самое будет касаться и учебного процесса, и социального процесса вуза. Станислав Воскресенский подчеркнул, что вузы сегодня это прежде всего кузница кадров. Буквально на днях заместителем министра экономического развития назначен Михаил Растригин, выпускник Ивановского энергоуниверситета. У нас, я вообще считаю, сильные вузы. Об этом мало кто в стране знает, но это в том числе и моя задача, чтобы эту информацию доносить и привлекать сюда дополнительные компании. И в этом сочетании бизнеса и вузов создавать какие-то исследовательские проекты, привлекать небюджетное финансирование. Как бы то ни было, назначение выходца из Иванова замминистром в столице лишний раз подтверждает неутешительную статистику. Например, в 2016-м 46% выпускников нашли работу за пределами региона. И это больше поступивших из других субъектов. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.